И к другим темам. Поставить войну на паузу. Гуманитарный перерыв в сирийском Алеппо начинается, он продлится 10 часов до 7 вечера. Решение принято российским министром обороны Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина. И наши военные напрямую обращаются ко всем лидерам вооруженных отрядов. Они требуют прекратить сопротивление и выйти из города со своим оружием. Для сдавшихся боевиков будут открыты два коридора. Один ведет наверх, к сирийско-турецкой границе, а второй на юго-восток, на город Идлиб. И еще шесть коридоров открыты для выхода мирных жителей, эвакуации больных, раненых. Безопасность выхода обеспечат специалисты российского центра по примирению и сирийские войска. На время действия гуманитарной паузы сирийская правительственная армия прекратила все боевые действия. Вот давайте посмотрим поближе на карту Алеппо. Сейчас есть два коридора, основных по которым предлагают выйти мирным жителям. Для того, чтобы не было столпотворения, чтобы удобнее было работать военным, разделили поток по двум частям. Одна из них дорога Костелло. Вот если посмотреть на Алеппо сверху, она даже немного Москву напоминает, также почти в форме круга. Дорога Костелло. Именно отсюда военные будут выводить людей на северо-запад. А если удобнее для жителей Алеппо другое направление в сторону Дамаска, можно будет воспользоваться вот этим вторым пунктом. И как раз таки эта трасса ведет к основному городу Сирии, к Дамаску. В режиме реального времени мы можем наблюдать за тем, что сейчас творится на подступах к городу. Это прямая трансляция с сайта Минобороны. Вот, например, эти кадры как раз таки с дороги, которые на Костелло должна выводить. Пока еще там не очень многолюдно. Ну, если прямо говорить, вообще никого нет. Не замечена какая-то активность. Не выходят сейчас мирные жители большими группами. Скорее всего, опасаются, ведь ранее, мы знаем, боевики обстреливали город при выходе. Также там расположены автомобили скорой помощи, медицинские службы дежурят, военные. И целый ряд автомобилей других скопился вот именно в этой самой точке. Как только мирные жители смогут выйти за пределы города, они воспользуются обязательно этими транспортными средствами. Достаточно пустынно сейчас там. И, зная мы по опыту предыдущих дней работы гуманитарного конвоя, местные жители давали большие взятки боевикам ИГИЛ, для того, чтобы те выпустили их за пределы города. Напомним, это уже далеко не первый день, когда работает гуманитарный конвой в Алеппо. И мы следим в прямом эфире за тем, как сейчас российские военные работают на подступах к городу.